Сколько мусора? Теперь в Хабаровском крае после этой фразы будут ставить не только восклицательный, но и вопросительный знак. Перед тем, как подключиться к всероссийской реформе, специалистам предстоит выяснить, сколько мусора в среднем выбрасывает каждая семья. Эту работу в крае ни разу не проводили. До сих пор норматив высчитывался на основе средних данных по стране. Репортаж Александра Тепляковой. С 2019 года Хабаровский край должен был перейти на новую систему сбора, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. Заниматься этим должна была одна компания. Для жителей региона это означало, что платить за вывоз мусора придется отдельно. Появится новая графа в квитанции. Однако мусорную реформу перенесли на следующий год. Одним из самых сложных оказался вопрос расчеты тарифа. С введением мусорной реформы планировалось, что сумма в квитанции будет зависеть не от квадратных метров жилья, а от количества людей, проживающих в квартире. Сейчас норматив на одного человека – 22,5 килограмма мусора в месяц. Эксперты раскритиковали такие расчеты. Действующий норматив, который был утвержден, он был основан на основании замеров, сделанных в 2017 году в муниципальных образованиях края. Но при этом в городе Хабаровске эти замеры не производились. Мы с вами как потребители должны знать, откуда у нас в квитанциях появляются суммы и за что мы платим. Специалисты намерены рассчитать мусорный норматив для конкретного населенного пункта. В качестве пилотной версии выбрали 18 многоэтажек в Хабаровске. Представители Ассоциации многоквартирных домов вместе с сотрудниками Министерства ЖКХ измеряют высоту и ширину каждого контейнера. Нужно выяснить, сколько выбрасывает мусора средняя хабаровская семья. Измеряют не только контейнеры. На весы ставят и мусоровозы. Далее управляющая компания предоставляет нам сведения о количестве проживающих в данном жиломассиве. И на основании этого мы вычисляем, какое количество потребления на одного человека. Все данные передадут в Министерство ЖКХ края, где суммируют результаты и рассчитают норму выброшенного мусора на одного человека. Но это еще не все. Сейчас мы просто обрабатываем данные, чтобы понять, а что в итоге получилось. Но опять же, в любом случае, какой бы там результат ни получился, больше-меньше, это будет замер только, получается, весенний. Чтобы включить его в норматив, надо будет делать, соответственно, летний замер, осенний и зимний. Когда норматив станет известен, к работе подключатся региональные операторы. Причем, как рассказали в Министерстве, от идеи поручить все одной компании отказались. Главных по бытовым отходам будет несколько. Они распределят работу по районам края.